Волею судьбы у микрофона снова оказался грязный Дварф. Шесть месяцев прошло с последнего обзора, и поговаривают, что за такой срок можно изменить очень многое в своей жизни. Но если вы помните мой голос, то можно сказать, что даже несмотря на то, что за время нашей с вами разлуки вы могли кардинально изменить свою жизнь, кое-что в ней все же осталось неизменным. В том случае, если вы слышите мой голос впервые, добро пожаловать, я всегда рад новым зрителям. Тех же, кому я совершенно не нравлюсь, я бы все равно хотел поблагодарить, как минимум за то, что вы накинули мне просмотр. Честно говоря, в моей жизни за эти полгода тоже многое изменилось, и особого стремления делать обзоры у меня не было вплоть до текущего момента. Пожалуй, я бы и дальше продолжал свой мирный сон, если бы мои покровители с Брайнанта не решили дать мне пробуждающего пинка, а замечательные торговцы ключами с сайта roxon.ru не предоставили игру для обзора. Так что если вы и впрямь рады снова слышать мой голос на фоне кадров из различных видеоигр, то благодарите в первую очередь не меня, а вышеназванных людей. Но я здесь не за тем, чтобы рассказывать вам о своих жизненных переменах, а вы не для того, чтобы слушать это и делиться своим мнением на сей счет. Вам от меня, конечно же, в первую очередь нужен обзор, и он у меня есть. Пока большая часть игроков, включая меня, изучает и обсуждает ту самую игру от Hideo Calzima, кое-кто остается в стороне от всего этого. У каждого на то свои причины. Кому-то не позволяет мощность компьютера, кто-то не любит серию Metal Gear, несмотря на всю свою любовь к жанру, ну а кому-то этот жанр вообще не по душе. Сегодняшний обзор по большей части будет рассчитан на первые две категории людей. Для последней же я подберу что-нибудь с иной механикой к следующему видео. Сегодня мы говорим об одном отнюдь неплохом представителе жанра, увы, обделенного вниманием. Впрочем, на то были свои причины. Приветствуйте Стикса, мастера теней. Первым делом стоит сказать, что Стикс это не та игра, которая делалась именитой компанией за огромные деньги. И это оправдывает часть минусов игры, которые поначалу могут казаться очень весомыми, хотя потом они становятся малозаметными. Кто-то из моих друзей даже шутил, что мол Стикс это игра, которую написали за пол куска бутерброда. И знаете, для игры написанной за пол куска бутерброда, Стикс сделан лучше некуда. Так вот, о самой игре. Вы же помните о вышедшей пару лет назад RPG под названием Of Orcs and Man, там где мы наблюдали за похождениями здорового орка и его приятеля гоблина? Ну вот. Главный герой нашей сегодняшней игры это и есть тот самый гоблин, а игра про него является приквелом к вышеуказанной RPG. К слову, стоит отметить, что вне компании орка, как мне показалось. Стикс чувствует себя в разы комфортнее. Игра начинается предельно просто. Вот есть башня Окинаш, и в ней находится последний гвоздь, на котором держится союз эльфов и людей, мировое древо. Смола этого древа дает употребившему ее необычные и не всегда позитивные способности, да и к тому же вызывает сильную зависимость. Жизнь в Окинаше идет своим чередом. Люди иногда спорят с эльфами, но войны всячески стараются избегать. Даже несмотря на то, что обе стороны ненавидят друг друга сильнее, чем Ницше ненавидел людей. И все бы, пожалуй, так и продолжалось вплоть до скончания времен. Но на игральной доске вдруг появляется очень неприятная, но в то же время невероятно значимая фигура. Гоблин по имени Стикс. Он живет уже более двухсот лет, но не помнит своего происхождения. И оно, разумеется, его весьма сильно интересует. Стикс считает, что если он похитит сердце древа, то сможет узнать о себе больше. И его абсолютно не волнует то, как его действия могут отразиться на взаимоотношениях людей и эльфов, да и на общем положении дел в мире. Более того, он, как и подобает представителю расы враждебной человеческой, а стоит отметить, что в мире этого проекта люди находят все остальные расы неполноценными и желают им скорейшей смерти, испытывает сильнейшую неприязнь к здешним юберменшам. Сам подход к сюжету у разработчиков вполне себе обычной. Повествование здесь ведется не только во время игрового процесса, когда мы выполняем те или иные задания, чтобы достичь строго определенной цели, но также и во время катсцен, которые мы видим между уровнями. Вводит в замешательство то, что катсцены и игровой процесс будто бы происходят в разном времени. Во время катсцен мы видим допрос Стикса, где он ведет себя, как и подобает зеленомордому. Злобно шутит, дает своим собеседникам едкие советы и пытается сжечь их своим взглядом. Ну, а во время геймплея Стикс вполне себе на свободе. Я бы с огромным удовольствием рассказал вам о том, что же это все-таки значило, но боюсь подпортить вам впечатление от игры, так что давайте немножечко поговорим о геймплее. Стикс Master of Shadows это, как вы уже могли догадаться, стелс-экшен с видом от третьего лица в фэнтезийном сеттинге, где игроку выпадает роль зеленого, мерзкого и компактного гоблина. Во время разработки авторы вдохновлялись в основном Thief, что очень и очень похвально. Так уж вышло, что Thief это игра, близкая к эталону стелс-жанра, даже несмотря на то, что вышла она около 17 лет назад. И если среди зрителей вдруг окажется тот, кто имел честь близко познакомиться с этим проектом, то вряд ли он забыл внимание девелопера к деталям, а также общую сложность проекта. Стикс в этом плане оказался очень прилежным учеником. Во-первых, наследие в уровнем хорошо читается в размерах локаций, которые вполне могут потягаться в масштабности с локациями из Dishonored. Во-вторых, сложность. Хороший стелс это реалистичный стелс, а реалистичный стелс это очень сложный стелс. Даже на легком уровне сложности враги обладают неслабым зрением и хорошим слухом. А вступив с ними в бой, вы скорее всего обрекаете себя на верную смерть. Поскольку боевая система, которая, к слову, отсутствует на максимальном уровне сложности, крива настолько, что лучше бы ее вообще не добавляли в игру. И в-третьих, детали, которые добавляют в игру реализма. И к тому же могут ненароком вас раскрыть. Например, вы можете привлечь к себе огромное количество лишнего внимания, когда залезая под стол, случайно заденете ведро, стоявшее рядом с ним. И в этом случае вы можете не сомневаться в том, что охрана, сбежавшаяся на шум, не поленится взглянуть под стол, где вы сидите в надежде остаться незамеченным. Лично меня также впечатлила и вариативность прохождения Стикса. К примеру, если в том же горячо любимом мной Dishonored, который тоже является наследником идеи Thief, кстати, у нас было совсем немного путей до цели, ну там один по крышам, один по подвалам, один по крысиным лазам и еще парочка напрямик, то в Stix Master of Shadows нас ждет несколько путей по крышам, несколько по канавам и еще с десяток по земле, и это мне очень нравится. Честно говоря, я давно не видел таких вариативных стелсов. Плюс в проекте есть еще один занятный элемент. В нем порой встречаются весьма хитроумные ловушки и замысловатые пазлы. Но хотя прохождение самой игры, а особенно для того, кто только знакомится со стелс-экшенами, это уже сама по себе непростая головоломка, и разработчики дают нам несколько инструментов, без которых ее решить попросту невозможно. И, пожалуй, самый интересный из них — это клоны. Стикс, как вы, скорее всего, догадались, может создавать себе подобных. Они могут пролезть там, где этого не может сделать протагонист. Это раз. Они могут отравить еду стражей. Это два. Их можно спрятать в шкаф и наказать им убить первого проходящего мимо них человека. Это три. С их помощью можно отвлечь мешающего пройти стража. Это уже четыре. На самом деле функционал у них в заправду огромный, и мне очень жаль, что я по глупости своей так и не смог им толком воспользоваться. Я рекомендую вам как можно больше экспериментировать с клонами. Это сильно разнообразит игру, да и к тому же наверняка развлечет вас. Но в силу того, что бюджет игры был очень невелик, в ней содержится парочка достаточно неприятных минусов. Первый – это отвратительная боевая система. Открытый бой происходит так. Вот перед вами стоит противник, который наносит вам удары. Чтобы выжать эти удары, вам необходимо блокировать. И после этого вы сможете нанести контратаку и убить своего оппонента. Только вот поставить блок в момент удара противника у вас получится не раньше, чем попытки с 50-й. Поэтому я настоятельно рекомендую вам проходить игру сразу на максимальной сложности. Это сделает ее в разы интереснее и к тому же избавит вас от дурацкой необходимости сражаться с врагами в равном бою. Второй минус – это непривычная акробатика. В игре есть множество уступов, позволяющих вам карабкаться по стенам вверх и вниз, и ничуть не меньше крыш, по которым можно пройти незамеченным в силу очевидных причин. Но пока вы не привыкнете к управлению в игре, к примеру, чтобы не упасть с крыши, нужно зажать определенную кнопку, а чтобы схватиться за уступ, нужно повернуть камеру строго определенным образом. Вы будете падать раз за разом. Падать и разбиваться. Падать и умирать. Падать и страдать. Смиритесь. И третий минус – это однообразность локаций. Несмотря на то, что прохождение Sticks Master of Shadows может быть достаточно вариативным, а локации в этом проекте по-настоящему громадны, они умудряются казаться по непонятным причинам ужасно однообразными. Даже с учетом того, что все они обустроены в различном антураже, по ним ходят различные противники, а проходим мы их в разное время суток. Увы, это утомляет и не позволяет долго сидеть за игрой. А в предпоследней главе вам вообще придется проходить те локации, в которых вы уже были, но внимание задом наперед. Ну как так можно? Возможно, кстати, что однообразие игровых локаций обусловлено своеобразной графикой. Нет, я не хочу сказать, что картинка в Sticks Master of Shadows меня расстроила. Несмотря на то, что авторы не использовали в игре суперсовременный движок, а модели у них не отличаются каким-то там фотореализмом, графика в игре все равно выглядит, ну, более-менее стильно. Ее главная проблема — это определенная, я бы сказал, мультяшность и некий гротеск общего визуального стиля. Это очередная игра, которая страдает от избытка фэнтези-стереотипов, хотя, как ни странно, в этом контексте они идут ей скорее в плюс. Хоть и не могу я долго смотреть на все эти огромные наплечники, блестящие белокаменные замки и прочие черты клишированного фэнтези, разработчики смогли оформить все таким образом, что подобные виды не вызывали у меня чувства тошноты уже спустя 20 минут от двойного клика по иконке с логотипом игры. Более того, мне очень понравился дизайн существ. Начиная от харизматичной внешности Sticks, где присущие гоблину черты характера выдают кривой нос, острый подбородок, лукавые глаза и заостренные большие уши, и заканчивая эльфами, которые совсем не похожи на тех, что были у Толкина, Сапковского или еще у кого-нибудь. Здешние эльфы скорее похожи на тех, что были в Хеллбое. Озлобленные, полные снобизма, с очень острыми чертами лица и напоминающими пораженных какой-то неведомой болезнью. И это невероятно здорово. Приятно видеть, что даже в таком на первый взгляд невзрачном сеттинге автор смог найти неизбитые и интересные идеи, и к тому же достойно воплотить их в жизнь. Боюсь, что об этой игре мне более нечего сказать. А значит, пришла пора подводить итоги. Как я уже сказал до этого, Sticks Master of Shadows, несмотря на то, что ее писали за полку скобу Терброда, оказалась более чем достойной. Нелишенная весомых минусов, эта детичья игростроя является достойным наследником идей Thief с интригующим сюжетом и приятной внешней оболочкой. На самом деле, я не ожидал, что в наше время, когда игровая индустрия будто бы замерла в своем развитии, ожидая чего-то неведомого и выпуская преимущественно проходные вещи, сможет преподнести нам что-нибудь столь качественное. Очень и очень хорошо, господа разработчики. Ваш проект вполне заслуживает права стоять на одной полке с Thief и Dishonored. Ну, как-то так. С вами был Дварф, что грязина снова в строю. И я не знаю, когда следующий обзор или же контент и нового содержания, поэтому вам лучше подписаться, чтобы ничего не пропустить. До встречи, господа.